В России начали сдавать ЕГЭ, пока только родители. Эта всероссийская акция продлится до конца февраля, чтобы мамы и папы сами смогли оценить, насколько сложен единый экзамен и чего ждать детям. К слову, подготовка выпускников к ЕГЭ уже идет полным ходом. 11-классники записываются на курсы, нанимают репетиторов. Каким будет ЕГЭ в этом году, расскажет Юлия Баброва. В этом книжном магазине полки переполнены пособиями для подготовки к ЕГЭ. Хотя экзамен будет только в мае, абитуриенты уже разбирают справочники. Такие покупатели появляются почти каждый день. Впрочем, готовиться к ЕГЭ только по книгам не рискнет даже отличник. Продавцы говорят, раньше детям для подготовки к экзамену хватало пары справочников. Сейчас пособия берут десятками. Но знания не купишь, по крайней мере, сразу. В центрах дополнительной подготовки говорят, несмотря на то, что школьники приносят кипы книг, уровень у будущих выпускников, как правило, низкий. Беда современных школьников – это очень низкий уровень компетенции во всех областях, что мы потом видим в сочинении в формате ЕГЭ. Путается Первая, Вторая мировая война, Наполеон, Гитлер и все остальное. Даже такое? Даже такое. Ой, даже такое. Вам и не снилось, что мы читаем. Родители тратят десятки тысяч рублей на услуги репетиторов, записывают выпускников на курсы. Как правило, трех месяцев занятий достаточно, чтобы подтянуть свой уровень и подготовиться к ЕГЭ. Но это при условии, что до этого будущий абитуриент добросовестно учился все 10 лет. Ведь если набранных баллов будет меньше минимума, то ВУЗ просто не примет документы, даже на рассмотрение. Минимальный пороговый балл, то есть ниже которого по каждому предмету просто документы нельзя подать в высшее учебное заведение. Второе – это проходной балл по каждому направлению специальности. У нас за последние пять лет динамика в университете положительная. За пять лет у нас с 68 средний балл ЕГЭ подрос до 75. Единый экзамен уже давно изменил программу обучения. Хотя школы признают это неохотно, но работа педагогов по сути уже 15 лет заключается в том, чтобы подготовить ребенка к ЕГЭ. В инженерном лицее при Новосибирском техническом университете ребят начинают готовить к нему с первого класса. В инженерном лицее все устроено таким образом, программы все построены таким образом, что у нас подготовка к ЕГЭ в 11 классе начинается с первого класса. Наши дети учатся здесь и сейчас, помня о том, что сдавайте ЕГЭ в 11 классе. Экзамен меняется каждый год. И это не просто изменение заданий. ЕГЭ уже который год переживает структурные реформы. В этом году практически убрали тестовую часть. Педагоги говорят, все для того, чтобы лучше проверить знания будущего студента. Никаких супер-пупер сложных нововведений. Наоборот, сделано все для того, чтобы максимально исключать элемент случайности из экзаменов, чтобы ребенок мог действительно показать свои знания. Поэтому не будет тестовой части заданий, например, в экзаменах по физике, биологии, по химии. То есть вот этой так называемой угадайки. Поэтому вопросов и от выпускников, и от родителей по поводу того, как все-таки будет выглядеть очередной экзамен, поступает много. Чтобы развеять мифы, в некоторых регионах проводят ЕГЭ для родителей. Они на себе испытывают все, что предстоит их детям. Правда, на такой эксперимент решаются немногие. Например, в Кемерове написать ЕГЭ для родителей решились всего 20 человек. В Омске такую проверку знаний проведут 28 февраля, в день всеобщего родительского собрания. Юлия Боброва, Алексей Вагапов, Евдокия Шеламова, Максим Денисов, Лидия Захарова. Новости. Здесь Омск.